Ток-шоу Радио Крым Реалии на средних волнах на частоте 549 АМ, каждый будний день в 8.35 и в 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Уголовное дело против жительницы Ялты Элина Мамедова, обвиняемой в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте, прекратили. Так же, как и дело в отношении Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремистских высказываниях по интернет-рации Зелло. При этом в Крыму снова проходят обыски у активистов. Стало ли легче дышать в Крыму независимым журналистам и активистам? Почему российские силовики продолжают заниматься обысками у общественно активных крымчан? И за какие высказывания можно попасть в тюрьму, а за какие получить оправдания? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут в студии. Для вас работает Медат Халилов. Доброе утро. Прямой эфир Продолжаем эфир радио Крым. Реалии слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волне 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 0 44 490 31 18. Тема дня Сотрудники ФСБ России в Крыму накануне обыскали родителей представителя командира гражданского формирования Аскеры Велины Арифовой. Эту информацию подтвердила сама Арифова на своей странице в Фейсбуке. Как сообщают крымско-татарские активисты, во время обыска, который длился полтора часа, силовики изъяли планшет. После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Арифовой повестку на пятницу, 25 января 2019 года. Второй обыск в этот же день прошел в селе Даниловка Красногвардейского района в доме Эльмира Абультаровой, сына которого подозревают в участии в якобы незаконном вооруженном формировании. Сотрудники ФСБ в Крыму утверждают, что задержали крымчанина, который якобы является личным охранником главы общественной организации Аскер Ленура Ислямова. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По данным управления ФСБ был задержан подозреваемый 1994 года рождения, российские силовики не указывают его имени. Также российские силовики утверждают, что крымчанин в 2016 году вступил в батальон имени Номана Черебиджихана, прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению и с огнестрельным оружием. Сам Ленур Ислямов, комментируя телеканал UA Крым, сказал, что не знает задержанного человека, хотя на прошлой неделе следователь российского следкома по Крыму Тимофей Пивень прекратил уголовное дело в отношении Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремистских высказываниях по интернет-рации Зелло, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Копию соответствующего постановления он продемонстрировал во время заседания подконтрольного России Симферопольского райсуда Крыма. Другой работник российского следкома Астемир Ацгагов прекратил уголовное дело против жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети ВКонтакте. Крым в центре внимания Энвер Арифов, в доме которого российские силовики провели обыск, дал комментарий объединению «Крымская солидарность». Крымчане говорят «Было раннее утро, еще было темно, мы спали. В это время раздался шум машин, какая-то прям очень шум. И чувствуем, кто-то лезет к нам во двор. Потом поднялись к нам на мансарду, начали стучать к двери. Мы не знаем, кто такие не открывали, кто правильно начали представляться. Сказали нам откройте, мы открыли двери. Зашли, военные были с оружием и несколько человек в штатском. Среди них две женщины, понятые, как они сказали. Они мне сказали, вот мы это, показали документ, покажите свой документ. Они мне показали, документ показал, следователь. Понятых мы не знаем, мы сказали, давайте мы своих понятых как-нибудь даем. Они говорят, сейчас какие понятые. Есть понятые, вот понятые. Наш понятых не был. Изъяли планшет. Здесь дом внизу тоже весь обыскали. Обыскали весь сарай. Везде хотели. Весь двор обыскивали. Представитель гражданского формирования Аскеры Велина Арифова считает, что обыски у ее родителей в Крыму связаны с ее гражданской позицией. Во-первых, я об этом узнала из СМИ буквально утром. Естественно, я переживаю за своих родителей, но никакого отношения они к моей деятельности не имеют. Я гражданка Украины. А получается, что они ворвались утром, проводили обыск, сейчас вручили повестку. Это опять же мне из СМИ стало ясно. Якобы меня обвиняют в уголовном преступлении о том, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании. К оружию никакого отношения не имеют. Раз я гражданка Украины, отстаиваю свою страну, и у меня своя четкая и ясная позиция. Мои родители вообще к этому отношения не имеют. Они обычные пенсионеры живут в Крыму. Не касается этого. Это их дом родной, они там будут жить. Это их дом. Понятно, это все надуманные, опять же, для запугивания надуманные какие-то вещи от ФСБ. Просто они пытаются нас всех запугать, проводить профилактические методы. Кнутом пряника нет, только кнут. Пытаются запугать, вытеснить крымских татар. Я считаю, что вообще тогда всем крымским татарам без разбора стоит обвинение предъявлять. Мы все виноваты у них уже от рождения, потому что сопротивляемся. Я уже выехала давно, и с Крымом у меня вообще никакой связи нет. У меня даже телефонов родителей нет. И родители тоже сюда не выезжают, на материковую часть. Они живут своей жизнью в Крыму. Обычные пенсионеры, пожилые люди. Жительница села Даниловка, в котором проходил параллельный обыск Эльмира Абдултарова, рассказала, зачем российские силовики явились в ее дом. Сегодня утром, в половину седьмого утра, у нас произошел обыск. Нам предъявили постановление об обыске, но копию не оставили и не разрешили даже сфотографировать его на электронный носитель. Вели себя достаточно корректно. В постановлении было указано, на основании чего оно выдано было постановление, мотивируя тем, что якобы наш сын Абдултаров Бекешакирович состоит в какой-то запрещенной в России организации. Как нам сказали, что материалы, которые подчеркивают то, что наш сын якобы связан с какой-то организацией оружия и наркотики, изъяли мобильные телефоны мой и моего старшего сына, и изъяли ноутбук рабочий. Крымчане говорят. С нами на связи Лиля Гемеджи, крымский юрист и правозащитник. Лиля, доброе утро. Селям алейкум. Доброе утро. Алейкум селям. У меня первый вопрос. Это вот почему с одной стороны в Крыму продолжаются обыски и задержания, но также мы видим, что некоторые дела закрываются. Вот на примере дела Исмаила Рамазанова и Элины Мамедовой. На самом деле продолжающиеся обыски и задержания – это движение той репрессивной машины, которая была запущена несколько лет назад, в частности в Крыму и гораздо раньше в России. В Крыму относительно крымских татар есть четкий отлазанный механизм, как сделать из маленького народа больших террористов, экстремистов, людей, которые при помощи оружия пытаются что-то изменить на своей родной земле и добиться каких-то своих прав. Это устойчивая тенденция, которая наблюдается в последнее время. Прекращение дела в отношении Элины Мамедовой, Исмаила Рамазанова, оно не связано с желанием местных силовых структур или силовых структур в общем. Это декриминализация, частичная декриминализация этой статьи, ввиду того, что на самом деле эта статья настолько очевидно является надуманной для того, чтобы преследовать людей, и где-то она не будет снимать ответственность за публикации в соцсетях или за разжигание межнациональной розни через соцсети, как было и в случае с Элиной Мамедовой и в случае Исмаила Рамазанова. Но здесь идет, снимается, скажем так, градус в этом направлении, но тем не менее остаются другие механизмы привлечения людей к ответственности за репост или за публикации в соцсетях. Вот координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в декабре прошлого года в эфире Громадского рассказала, сколько крымчан попали в немилость российской правоохранительной системы по политическим мотивам. Давайте послушаем ее. Без цензуры Если говорить о репрессии и преследовании, они, на жаль, продолжают. И если конкретно про людей, то 37 людей в этом году, в 18-м, было бы избавлено воли в рамках политически мотивированных справ. Из них 13 – это, естественно, цивильные люди, активисты, как, например, Сервер Мустафаев, Каракашев, Инвей Бекиров. И 24 из них – это наши украинские моряки, військовые. Они являются полоненными, військово-полоненными. И, в принципе, это вперше, когда мы чётко можем говорить, что во время оккупации Крыма мы имеем військово-полоненных. И, в целом, 44 криминальные справи, новые, были открыты в этом году. И, кроме криминальных справ, продолжает использоваться административная система покараний. И, что наименше, 6 людей было избавлено воли саме за административными справами. Но, наибольшие из них – это когда избавили воли Эмиле Курбдинова, защитника многих политических вязков, кривоскотерского адвоката. Это как раз пример того, что есть и новые тенденции, как тиск на адвокатов, который, в принципе, тревает. Без цензуры Мы возвращаемся в эфир. И, собственно, вопрос у меня к Лиле Гимиджи. Лиля, скажите, а легче ли стало жить гражданским журналистам, так как давление всё же начало распространяться и на адвокатов, и, собственно говоря, начали в последнее время проходить обыски с обвинением в участии в вооружённых образованиях. Вот легче ли гражданским журналистам, либо же сковывается внимание на всех? Вы знаете, сказать, что легче стало гражданским журналистам или кому-то ещё, это будет абсолютно неправильно. Потому что идёт давление в целом, и есть просто какие-то отдельные личности, которые в тот или иной момент, они бывают наиболее яркими. Это был в апреле 2018 года гражданский журналист Нариман Мемедиминов. В мае это был правозащитник Сильвер Мустафаев. В декабре это адвокат и правозащитник Емиль Курбединов. Между ними были и военнопленные украинские моряки, и много других людей. Сказать, что стало кому-то легче, нет. Просто дела в отношении гражданских журналистов, они, может быть, на фоне этих дел не такие заметны. Проходят обыски. Это вот недавно произошедшие обыски в доме одного из стримера Крымской солидарности. В Раздольном произошёл обыск. К счастью, этот обыск закончился только лишь непосредственно этим следственным мероприятием. Не было возбуждено ни административное, ни уголовное производство. Но, тем не менее, давление на гражданских журналистов оно продолжается. И я не думаю, что будут какие-то послабления в этом вопросе. Идёт давление по всем, скажем так, направлениям. И в последнее время оно начинает сопровождаться мощной информационной кампанией в провластных СМИ. Хорошо. А расскажите более подробнее о давлении на крымских адвокатов. Самым ярким среди крымских адвокатов, скажем так, первым, который брался за эти дела, который озвучивал, есть Эмиль Курведдинов. И, естественно, на него, как на ведущего адвоката в Крыму, падает самое пристальное внимание со стороны силовых структур. И, возможно, следуя какой-то своей логике, силовики считают, что устранение Эмиля Курведдинова с вот этой арены правозащитной борьбы, оно даст определённое влияние на других адвокатов. И мы видим, как Эмиль в 2017 году был подвергнут административному задержанию, впоследствии административному аресту. В 2018 году он был подвергнут за тот же репост административному аресту. Между этими делами проходили обыски в его доме, офисе. В офисе было выбито стекло, были попытки, скажем, проникновения в офис. Был ряд других, скажем так, моментов, которые расцениваются как давление на Эмиля. Это и предостережение, это и предупреждение Министерства юстиции. Это вот череда событий в отношении одного конкретного адвоката. И если, скажем так, Эмиль сломается, то это даст определённую позицию для всех остальных адвокатов. Но, к большому счастью, к нашему, Эмиля ничего не сдерживает. Эмиль сказал, что будет оставаться верным своей позиции и будет продолжать ту линию, которую он выбрал себе. И будет отстаивать интересы всех своих соотечественников и всех тех, кто незаконно преследуется сегодня в Крыму. Спасибо большое. С нами на связи был крымский юрист, правозащитник Лиля Гемиджи. А я хочу напомнить, что мы продолжаем эфир радио Крымреалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волнах 105 и 9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 0 44 490 31 18. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крымреалии. Мы продолжаем наш эфир и с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Александр, вот скажите, по отношению к прошедшим годам аннексии растет ли количество политически мотивированных дел? Даже в этом году можно сказать, что уже количество изменилось не только по количеству, но сколько по статьям применяемых. То есть уже вот сейчас, буквально вчера прошло два обыска, одного человека задержали по 208. Первые случаи задержания были, опять же, только в прошлом году. До этого людей по этой статье не преследовали в Крыму. То есть за участие в батарею Номана Челешхана, то есть в принципе это нонсенс по члену российского права. То есть явно надуманная статья. И области, опять же, уже проходят не из-за участия, вот как были, опять же, в этом году два обыска прошло. По подозрению в участии СИЗ Бутахрир, но это только подозрение в участии. То есть прошел обыск, в принципе, еще не было предела, но людей как бы напугали и довольно, то есть провели инсанционированный вход в помещение, в дом. В данном случае преследование только в этом году показывает, что протест не останавливается, я думаю, будет расти и статьи будут изменяться. А вот скажите, вы сказали про, естественно, участие в военных формированиях на территории Украины. Можно ли это преподнести так, как давление на самого Ленура Ислямова? Я бы больше сказал, что это давление на крымских фактах, потому что тут, в принципе, повод для содержания, надуман даже с точки зрения Украины, поскольку батальон, он батальон, но по факту это не вооруженное формирование, он не принимал участие в вооруженных действиях, поскольку статья предусматривает участие в незаконных формированиях, которые действуют против интересов Российской Федерации. В данном случае батальон никогда не находился на границе Российской Федерации, и рассматривать его как батальон, который, формирование которой боится Российской Федерации, ну, мягко говоря, это надуманная статья. Просто это больше дополнительный повод, не следовать людей. Да, ну, в первую очередь, конечно, будут присутствовать тех, кто лично как-то имеет отношение к Ленуру Исляму. А расскажите, пожалуйста, нам про обыски, которые были вот 11-го числа. 9-го числа по факту это были, ну, был документ выдан на досмотр, осмотр помещения, но его провели, несмотря на это, как обыск, то есть полностью нашлись понятыми, то есть проверили вещи, то есть осмотрели ноутбути, планшеты, проверили книги, хотя должны были только осмотреть, поскольку это осмотр помещений. Но, тем не менее, то есть было подозрение якобы в участии в запрещенной организации в России, но никаких ни обвинений, ничего не было предъявлено. Провели просто обыск у людей, которые действительно являются артилистами, которые мониторят ситуацию, в том числе нарушение прав человека на оккупированной территории, ходят на суды, то есть, и это просто явное давление на активистов просто по надуманному поводу. То есть, в принципе, можно любого человека объявить, что мы вот мусульмане, на первую очередь, что мы вас считаем последователем запрещенной в России мусульманской организации, и можно, ну, если можно подпись и с обыском, а можно, в принципе, возводить уголовные дела, как это происходит с теми активистами, которые сейчас лишены свободы уже непосредственно предъявлено обвинений. — Расскажите, вот в последнее время были две новости, это закрытие дел Рамазанова и Элины Мамедовой. Вот были ли прецеденты закрытия дел до них? Почему, собственно, закрыли эти судебные дела? И означает ли это ослабление давления на активистов? Либо же это какое-то затишье перед бурей? — Ну, можно добавить, вчера еще закрыли, опять же, дело по Ларисе Титальской из Ялты, активисты из Ялты. В принципе, да, то есть, ну, тут ситуация такая, что ситуация для крымчан, для активистов, она не изменится. То есть, был бы человек, кстати, найдется, найдутся все и по другой статье. В данном случае ситуация улучшится только для тех, кого преследовали именно по 282-й статье уже на данный момент. Это не говорит, что не будет преследовать людей за посты. Будет преследовать по административной статье. В принципе, эта статья нового измене законодательства позволяет преследовать случай повторного нарушения в течение года. То есть, например, если человека отудили по административной статье за какой-то пост, который якобы, по мнению России, разжигает ненависть, этот человек этот пост не удалит после решения суда, его сразу могут судить по уголовной статье. Поскольку они это рассветка с повторным действием. Поэтому, как я сказал уже, если надо привлечь человека к ответственности, напугать, то есть, ну, к ответственности в кавычках, грубо говоря, наказать. Ну, это, в принципе, Россия в этом плане не стесняется использовать весь свой уголовный кодекс, который позволяет преследовать тех, кто кого угодно. — Александр, оставайтесь с нами на связи. Я сейчас предлагаю послушать комментарий адвоката Исмаила Рамазанова Алексея Ладина. — Сегодня состоялось судебное заседание, заключительное судебное заседание по моей жалобе на действие следователя, вернее, не на действие, а на бездействие следователя в отношении Исмаила Рамазанова. То есть, защита просила прекратить уголовное дело, следствие, собственно, бездействовало. Вчера Исмаил получил постановление о прекращении уголовного преследования. — Наконец-то. — Да, наконец-то, да. И, собственно, следователь направил заявление в Россинмониторинг об исключении его из списка экстремистов-террористов. То есть, мы достигли желаемого результата по понуждению, так скажем, следствия к ускорению и прекращению уголовного дела. Уголовное преследование по 282-й статье прекращено в связи с декриминализацией. Это не реабилитирующее основание. Однако Исмаила обвиняли в том числе в хранении патронов, часть 1-й статьи 222-й. И на этапе предварительного следствия было прекращено за отсутствие состава преступления. И в этой части мы вправе, и, я думаю, подадим иск о реабилитации. Прокомментировал свое освобождение также и сам Рамазанов. — В свою очередь хотел поблагодарить, конечно, всем, кто участвовал в прекращении моего дела. Ну и вообще в целом этой такой известной статьи под названием «Статья за репосты» в социальных сетях. Всем правозащитникам, которые участвовали, боролись за отмену этой статьи. Потому что эта статья навела действительно резонанс не только в Крыму, но и по всей России. И очень много людей страдали от этой статьи. Мы возвращаемся, и, собственно, вот у меня вопрос. Александр, скажите, за какие высказывания все же можно попасть в тюрьму, а за какие получить оправдания? Где эта вот тонкая грань? — В принципе, больше влияет то, насколько вы активны в жизни и в социальной сети. Решение о том, насколько этот пост, который вы поставили в социальной сети, является разжиганием ненависти или нет, принимают специалисты от ФСБ, которые, в принципе, говорят то, что им нужно. Нужно суду, нужно следствию. Поэтому тут грань конкретный сказать, что если вы напишите пост нейтральный о погоде, о природе, вас вряд ли, конечно, привлекут к ответственности. Но если будет касаться политики и отношения к ситуации между Украиной и Российской Федерацией, то это могут расследовать, рассмотреть как разжигание ненависти в отношении жителей Российской Федерации. То есть, ну, тут, в принципе, было бы желание. То есть, специалиста, которого пригласят, он по факту проведет политическую экспертизу на основании... Это один и тот же человек обычно, он не в этих местах эксперт от ФСБ, который, на самом деле, принимает решения, которые интересны в ФСБ России. Александр, я задам свой последний вопрос. Так как количество обысков, количество арестов все же увеличивается, по вашим словам, вот как политически мотивированные судебные дела в Крыму сказываются на России на международном уровне? Ну, это, прежде всего, резко понижается рейтинг. Поскольку, ну, это, разумеется, концепция в случае того, если информация о политическом мотивированном преследовании на Крыму на территории, она распространяется. Поскольку бывают случаи, как у нас с Юнусом Машариковым, который выяснилось, что его посадили только через год, как в отношении его началось серьезное деломое преследование. После уже ввесения приговора информация появилась. Но если эта информация распространяется, то... Ну, это должно вообще служить основой санкции, санкционной политики в отношении Российской Федерации, и лиц, которые причастны непосредственно к нарушению прав человека на оккупированной территории. И верное, это духовное, то есть руководство Российской Федерации, которое, в принципе, за всем этим стоит. Спасибо большое. С нами на связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Собственно говоря, на этом наш эфир подходит к концу. Я хочу напомнить, что вы можете всегда нам звонить по номеру 8 800 10 06 926, а также по номеру 044 490 311 18 с материка. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите к нам на сайт, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров Крым Реалии. В студии для вас работал Медат Халилов. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин